Прошли выборы неделю назад. А вы ходили? Ходил, да. А если не тайно, электорально, за кого отдали свой голос? Я испортил бюллетень самым надежным способом, потому что на тот момент я понял, что это единственный способ не отдать голос Единой России. Хотя, как говорится, дна у нас нет и покрышки, можно ведь и порванный бюллетень положить в стопку за Единую Россию. Теоретически, особенно если никто не следит за процессом подсчета голосов. Ну, я вот так вот поступил. Смотрите, у нас наш коллега Розив Абдулин точно так же поступил, также испортил бюллетень, и он это делает, как говорят, каждый выборы, а потом не обнаружил в отчетности по своему УИКу вот этот испорченный бюллетень. У вас так же было? Вы не проверяли? Я вот еще не проверял, у меня 170-й участок, но я нисколько этому не удивлен. Это не первый раз происходит, потому что были даже такие эксперименты, я помню, на одном и том же участке 10 или 12 человек договаривались определенным образом голосовать, то есть, ну, совершенно необычным образом, скажем, да, неискомым образом, и потом не обнаруживали, ну, хотя бы 12 этих голосов. Ну, то есть, в итоговом протоколе. Ну, то есть, примерно то же самое, что с Розивом, но я не удивляюсь тому, что они его испорченный протокол использовали в чью-то пользу. А в чем, интересно, логика? Почему нужно порченные бюллетени как бы убирать? В чем логика принятия решения? Почему не оставить? Что значит не оставить? Где не оставить? В отчетности. А, не, ну, почему они фальсифицируют? Давайте я переведу на русский язык, да? Ну, потому что сейчас стоит, ну, сейчас и особенно в марте 2024 года будет стоять задача, во-первых, иллюстрировать единство, во-вторых, иллюстрировать массовость. То есть, так как вот, ну, я не могу утверждать однозначно, но по ощущениям и по информации, которые я получил об этих выборах в Ашкирии, ну, явка была в городах вообще очень низкой, там, 10-15 процентов. Ну, в сельской местности, может быть, повыше, там, до 40. Но то, что нам рассказала мадам Макаренко, это выходит за рамки всякого приличия. То есть, она назвала цифру там 53 процента явки. Это, ну, очевидная фантастика. Ее, ну, как сказать, сформировали в этой отчетности. Задача какая? Нельзя дать даже поводу усомниться в том, что, ну, население не едино в своих порывах и мнениях. И здесь механизм очень любопытный. Так как сейчас население и всякие протестные настроения и даже мысли, они разобщены в обществе, они вот ровно где-то на кухнях находятся, то люди не могут осознать масштабы этого несогласия. А вот выборы очень мощный иллюстрирующий инструмент для вот этого, ну, понимания масштаба. То есть, если бы вдруг, ну, берем такую гипотетическую историю, вдруг на выборы не пришел никто. Представляете, да, ситуацию? Как это будет воспринято обществом и властью? Ну, общество с воодушевлением поймет, что я не один такой. То есть, ну, каждый отдельный на кухне. Как это было на болотной... Да, да, эффект болотной площади очень хорошо выучен властью. И сейчас ситуация такая. Вот вы не знаете, сколько на вашем участке пришло людей. Вы не были на участке? Там такая картоночка была с прорезью. То есть, когда вам выдают бюллетень, вы видите только свою фамилию в этом журнале регистрационном. Вы не можете даже заглянуть в журнал, чтобы посмотреть, вот на странице кто-нибудь есть, но расписался уже или нет. Я пришел поздно вечером, на моей странице не было ни одной подписи. Я был где-то в обед 15 часов, в 3, и мой дом почти полностью пустой был. Ну вот, я говорю, при том, что вы видите только одну страницу, и это не все квартиры, и не все жители, но вот на моей странице не было ни одной подписи, а время было уже около 8 часов. Вот. То есть, это попытка, ну, очередной раз дезинформировать население о той степени несогласия людей, хотя бы внутреннего несогласия, хотя бы такого интуитивного несогласия с тем, что происходит. То есть, для них задача номер один – фальсификация единства. Тут уже за кого проголосовать, уже неважно. То есть, они уже сами решили эти, ну, раздали мандаты еще до начала выборов. Какая хорошая фраза. Но фальсификация единства очень важна для них, потому что если кто-то, или особенно в массе свои люди начнут сомневаться, потому что, ну, вот этот стадный инстинкт, увы, присутствует. То есть, люди переглянулись, ты там, ну, вернее, подумали, ну, все же за единую Россию проголосовали. Ну, а что я, типа, буду против? А вдруг ничего не за это будет? А вдруг это правильно? Ну, то есть, люди, которые не трудятся анализировать, они существуют на уровне каких-то инстинктов. Соответственно, вот, сейчас вот эта великолепная фальсификация единства происходит. Скажите, пожалуйста, вот, на ваш взгляд, кому достался протестный электорат? Если он вообще был? Ну, давайте так. Понятие протестного электората не слегка приукрашено в этой стране. То есть, я бы называл это электорат несогласных. То есть, несогласных, например, там, с какими-то концепциями. И у нас несогласие очень носит такой дискретный характер в том смысле, что многие не согласны с конкретными вещами. Например, если спросить прохожих на улицу, вы согласны с тарифами ЖКХ? Они, ну, почти единогласно, они скажут нет. И если их же спросить, а вы согласны с политикой Владимира Путина? Вот тут мнение разделится. Причем достаточно существенно. Они не связывают... Нет причинностей. Нет логических связей между тем, что то, как они живут, это прямое следствие 23 лет правления Владимира Путина. Так что несогласие здесь нужно... К этому вопросу нужно относиться достаточно осторожно. В том плане, что если кто-то не согласен с социальной политикой, они идут голосовать за коммунистов. Но при этом они будут поддерживать Путина. Но при этом коммунистов стало в парламенте меньше. Да, вдвое. Это так и было запланировано. То есть я уже говорил об этом много раз в эфирах, что в ближайшие выборные циклы количество коммунистов будет сокращаться вдвое. И в Госдуме, и в региональных парламентах, и вообще везде. То есть это, ну, в общем-то, отыгранная тема. То есть она и исторически, и ментально уходит на второй план, потому что меняется поколение. То есть поколение 25-летних точно не пропитано вот этими дрожжами комсомола партии и первомайских демонстраций. То есть для них это не актуально. Соответственно, ну, нужно потихонечку вводить эту силу там куда-то под плинтус. Ради Хабиров на следующий день после выборов сказал, цитата, «Мы убрали тяжелое разимое пятно недостоверности выборов. Я знаю, с каким уважением относится к России, говоря, что в республике научились вскрывать все нарушения. Огромную работу привлечения участковых избирательной комиссии». Конец цитаты. О чем он? Каком братом пятне? У нас после каждых выборов всегда говорят, что у нас выборы были кристально чистые. Ну, тут, конечно, оговорка по Фрейду у Ради Фаридовича. Мы помним, ну, те, кто помнят, те, кто, говорится, занимался, помнят, как Хабиров занимался выборами при Рахимове, когда он здесь трудился руководителем администрации президента Башкирии. То есть мы помним эти горящие типографии с поддельными бюллетнями, ну, и прочее, прочее, прочее. И тогда, безусловно, при участии Хабирова Башкирия стала таким электоральным полигоном для испытания некоторых технологий, которые, многие из которых потом были восприняты по всей России, некоторые были признаны недействительными, неэффективными. Но нельзя сомневаться в том, что Хабиров – это, как бы, ну, один из таких важных авторитетов по части конструирования выборов в стране и в той среде, в которой он находится. То есть никто не сомневается в том, что он умеет проводить выборы как надо. А оговорка про родимое пятно, ну, сам он, когда избирался на свою должность впервые, да, набрал 82%, то есть поддержка Хабирова была в Башкирии выше, чем поддержка у Путина. Это был некий такой прокол чуть-чуть, да. Но, тем не менее, он показал федеральным властям, как он умеет это делать. То есть в моем представлении, в принципе, никто не может набрать 82%, каким бы он там распрекрасным не был, ну, по крайней мере, в наших условиях российских. Хабиров смог. Ну, вот об этом и оговорка. То есть если он к нему внимательно присмотреться, где-нибудь в бане, например, то Радий Фаридович этими родимыми пятнами нечестных выборов покрыт весь от пяток до банкушки. Андрей Сергеевич, а вот на ваш взгляд, это все-таки он отец этих элитерарных технологий? Или, допустим, политолог иноагент Абаз Галямов, который вчера здесь был в эфире? Нет, конечно же, Хабиров не генератор идей, так выразимся тактично, да. То есть его функция исполнителя. Но он, обладая определенными свойствами, ну, в первую очередь, таким запредельным цинизмом, который необходим для реализации подобных проектов, то есть он очень эффективный исполнитель этих идей. Нет, порождал их далеко не Хабиров в то время, Абаз, ну, простите, это немножко не та величина, чтобы вообще генерировать там федеральные идеи, а, конечно, из Кремля это исходило. То есть, ну, а давайте вот так попробуем, давайте вот так попробуем, да. То есть, собственно, почему Хабиров впоследствии, после того, как там, значит, усевшись в багажник автомобиля, экстренно покинул родину малую и прибыл в Москву, почему, собственно, он так приглянулся Суркову. То есть, ну, Сурков человек чрезвычайно практический, то есть, ну, и он бы не стал покровительствовать Хабирову, если бы не видел в нем, ну, такой вот мощный потенциал такого вот человека определенных качеств. Так что нет, конечно же, Хабиров не сам придумывал, но он зато очень качественно исполнял. Скажите, пожалуйста, почему тогда на этих выборах, если они такие вот, как мы убрали родимое пятно недостоверности выборов, ну, было два очень громких кейса. Это Нефтекамск, где были якобы зафиксированы вбросы, в Урне даже лежала целая пачка такая, да, и даже дело дошло до суда. И там был случай с Константином Зарубиным, которому прямо на выходе из УИКа вручили целых три повестки военкомат. А также УФА 213-16 УИКи, где были Леонид Бирюков, Олег Григорьев и Ирина Файзульна, наблюдатель. И ее прямо обманом вывели перед подсчетом. Вытолкали, да. Перед подсчетом. И захопнули дверь. То же самое было с Олегом Григорьевым. И вот эти вот громкие кейсы, почему их допустили? Неужели нельзя было просто не поднимать шумиху и дать хотя бы здесь почитать честно? Ну, я как политтехнолог вам отвечу. В Башкирии 3327 избирательных участков. Соответственно, 3327 первичных избирательных комиссий. Это, ну, если брать пять человек в комиссии, да, умножаем. То есть это, ну, под 50 тысяч человек. Это только низовой уровень. Но набрать такое количество квалифицированных людей сложно. То есть, ну, это брак, назовем так. Ну, теперь соотнесите два участка с тремя тысячами участков. Брак, прямо скажем, такой невысокого процента, да, ведь? Так что нет, ну, это допустимые потери называется. То есть, ну, да, случилось, что поделось. Вот весьма эффективные активисты пришли и буквально на пустом месте их поймали за руку, да? Ну, или по крайней мере утверждают, что так случилось. Так, нет, в этом смысле это нельзя считать проколом и так далее. Ну, а к абсолютному результату ради Хабиров, ну, в конечном счете, наверное, придет когда-нибудь. То есть, когда 146 процентов и прочее, прочее. То есть, без проблем. Так или иначе, мы не можем назвать эти выборы, на ваш взгляд, объективно честными и прозрачными. Я не могу. На ваш взгляд, свершится мобилизация, которую обещают, прямо обещали, точнее, сразу. Да, обещали разговоры. Давайте смотреть на вещи трезво. Кто обещал? Абаз Галямов? Иностранный агент профессор Соловей. Да, да, да. Ну, то есть, это все, ну, источники такие, прямо скажем, неперевечного характера. Ну, то есть, без обид и, ну, как сказать, да простят меня эти люди, в том смысле, что они только предполагают, основываясь на каких-то собственных умозаключениях, либо определенной информации. На мой взгляд, было бы любопытнее послушать генерала Картополова, потому что вот этот вот представитель этого всего корпуса... Вы знаете, он противоречит себе заедно. Да, вот я как раз об этом и говорю. То есть, он, его вертит на 180 градусов, простите. Значит, то туда, то туда. То есть, он заявляет, то будет ротация, то не будет ротация. То он заявляет, что будет мобилизация, то не будет мобилизация. Это о чем говорит? Это говорит о том, что решение не принято. Соответственно, мы не можем сейчас говорить о том, что будет она или не будет. Есть два четких, самых важных аргумента. Первое. Судя по всему, здесь будем очень осторожны в формулировках, войска нуждаются в пополнении. Второе. В марте выборы Владимира Путина. Вот эти две вещи, они друг другу очень противоречат. То есть, если сейчас объявлять мобилизацию, вот такую, как она была, или, ну, хотя бы в каком-то лайт-варианте, но, тем не менее, принудительный сбор мужчин и отправку их куда-то туда, значит, на западной границе, если так случится, то эффект от этого аккуратно наступит в январе-феврале. А в марте выборы у Путина. Выдвижение должно быть где-то в середине декабря, ну, по срокам, да, где-то в середине декабря должно быть уже заявлено. До середины декабря еще уйма времени. До 17 декабря. Еще уйма времени есть. Можно, в принципе, и мобилизацию перевести, и даже две, и уложиться в сроки. Так мы говорим не о том, что одно другому не мешает, мы говорим о том, что эффект от мобилизации, ну, то есть, эффект от отсутствия мужчин в семьях, эффект уже от, там, какого-то количества погибших, он, ну, в обществе внутри наступит, вот если сейчас ее объявлять, как раз в январе-феврале. Ну, то есть, там, не происходит так, что сегодня призвали, завтра уже убили, да. Соответственно, нужен какой, не вернее, существует какой-то лак. И вот этот лак очень неудачно приходится как раз на самые предвыборные дни и недели. И потому сомнения в целесообразности мобилизации с политической точки зрения у властей существуют. Как бы мы не презирали нынешнюю конструкцию власти и не поливали ее грязью, но у нее все равно существует некий инстинкт самосохранения. Все равно и Путин, и его товарищи знают, что единственная сила, с которой нельзя справиться, это, ну, массовое волеизъявление населения. Вы же сами чуть выше сказали, что у глубинного населения отсутствует причинно-следственная связь. Ну, она отсутствует до того момента, пока это не касается их желудка или частей тела, ну, или частей семьи. То есть, конечно же, поиски виноватых начнутся мгновенно, как только какая-нибудь беда, не дай бог, приходит в конкретную семью. То есть, вот до тех пор они, как говорится, политикой не интересуются, а в момент, когда это их касается, их кожаных покровов, их, как бы, семьи, их материальных интересов, они очень даже начинают интересоваться. Кто это придумал, зачем и почему? Почему сейчас вот такая главная, самая яростная роль по продвижению, пропаганде, мобилизации и контрактной службы свалены на губернаторов? То есть, они занимаются вот этими вещами, чтобы отвести эти вопросы, например, от самого Владимира Путина. Ну, потому что человек, ему свойственно психологически, ну, задавать вопросы и обвинять именно тех, кто физически реализует задачу. Ну, то есть, кидаться с кулаками на представителя военкомата в дверях собственной квартиры по меньшей мере глупо, потому что это не они придумали, да, ведь? Не вот эти конкретные лейтенанты. А вот связать это с, там, ну, верховным руководством страны у людей действительно не хватает немножко логики. Но, тем не менее, вот это я все-таки, мы далеко ушли, тем не менее, сейчас колебания между нужно, не нужно делать, не делать существуют. И, отвечая на ваш вопрос, я отвечу, что я не знаю, будет ли мобилизация в ближайшее время. Мы видели, что на этих выборах было огромное количество, ну, как огромное, по крайней мере, по телеграмм-каналам разошлись фотографии бюллетеней с пацифистскими лозунгами, с антипоутинскими лозунгами и просто такие речевки такого вот, скажем, храмонного характера. Тот же самый иноагент политолог Аббас Галямов, цитата, «Принципиально важно, чтобы члены УИКов видели реальные отношения граждан к происходящему в стране в преддверии президентских выборов. Важно поколебать их уверенность в том, что народ все это одобряет». Согласны? Ну, теоретически-то, конечно, Аббас большой теоретик, и он застрял вот в своем развитии и понимании России где-то примерно, ну, на уровне, там, какого-нибудь 17-го, 19-го годов. К сожалению, он так вот излишне радужно воспринимает ситуацию, и он питает иллюзией о том, что члены, значит, УИКов простые, добрые люди, набранные по справочнику дубльгиз. Значит, это же не так. Так, мадам Макаренко не зря поставлена у нас на руководство Центризбиркома. Эта женщина проверенный боец, товарищ, и никогда не подведет. В том смысле, что составы участковых избирательных комиссий — это тщательно отобранный материал. То есть те, кто никогда не будут не то что анализировать и ужасаться, а даже придавать значению тому, что там написано на бюллетнях, они будут просто делать то, что им сказано. А сказано им то, что мы видим сейчас как результат. Так что нет. Я не питаю иллюзией насчет внезапно пробуждающегося здравого смысла или любви к родине в хорошем понимании этого слова у членов участковых избирательных комиссий. Кстати, позавчера Арсен Норджанов, социолог Арсен Норджанов, у меня был в эфире, он даже задался вопросом. Вот интересно, вот члены УИКов, когда приходят домой, они о чем думают? У них есть какая-то логика, не знаю, совесть? Вот они понимают, что они делают? А на ваш взгляд, действительно, есть какие-то рассуждения внутри, скажем, тех людей, кто это делает? Я думаю, что нет. Ну, по крайней мере, массово нет. То есть мы же с вами говорили о том, что там на трех тысячах участков, конечно, где-то что-то происходит. Я вполне допускаю, что на нескольких из них даже честно посчитали бюллетни. Но нет, конечно, понимаете, отрицательная селекция в России и в том числе и в составе участковых избирательных комиссий Башкирии достигла своего апогея, хотя мы можем увидеть, может быть, и более высокие достижения. Так что нет, конечно, эти люди спокойно приходят домой. Они приходят домой очень поздно, уставшими, после трех часов ночи или позже они сделали свое дело, а им давно и подробно объяснили, почему так надо. А самое главное, им объяснили, почему это для них нужно. А не за деньги? Во-первых, им платят официально. То есть члены УИК получают оплату. Ну как, это как бы такой бонус, да? Во-вторых, конечно же, если брать какую-нибудь отдельную сельскую школу или городскую, неважно, то там директор дает задание. Обратите внимание, редко директора или почти никогда директора не входят в состав участковых избирательных комиссий. Да, ниже уровень. Вот директору ставится задача на уровне административного поручения, что подберите там 5-6, сколько там человек, надежных, проверенных людей, которые будут хорошо делать то, что им будет сказано. И вот тут человек, зная состав своего коллектива, конечно же, не ошибется. То есть я, например, много лет хожу на одну и ту же избирательную точку, и я вижу состав этой избирательной комиссии, и я понимаю, что это проверенные, надежные товарищи. То есть не подведут. Не подведут. И не подводят. Не подводят, да. Мы видим. Продолжение следует...